На утро ушли тучи. Сухое солнце ударило в непромытые окна квартиры Дмитрия Степановича. Доктор сидел у стола, тщательно одетый. Глаза его провалились. Он не ложился спать. Полоскательница, поднос и блюдечки были наполнены окурками. Иногда он вынимал сломанный гребешок и причесывал на лоб седые кудри. Каждую минуту он мог ожидать, что его позовут к исполнению министерских обязанностей. Оказалось, что он был дьявольски чистолюбив. Мимо его окон по дворянской улице тянулись раненые. Они шли, как по вымершему городу. Иные садились на тротуару стен, кое-как перевязанные окровавленными тряпками. Глядели на пустые окна, но не у кого было попросить воды и хлеба. Солнце разжигало улицу, неосвеженную ночной грозой. За рекой бухало, ахало, стукало. Промчался автомобиль, наполнив дворянскую облаками известковой пыли, мелькнуло перекошенное лицо военного комиссара с черным ртом. Автомобиль ушел вниз через деревянный мост и, как рассказывали потом, был разорван вместе с седоками артиллерийским снарядом. Время останавливалось, бой казался нескончаемым. Город не дышал. Женщины общества, уже одетые в белые платья, лежали, закрыв голову подушками. Комитет учредительного собрания пушил утренний чай, сервированный владелицей мукомольной мельницы. В подполье лица министров казались трупными, а за рекой бухало, стукало, ахало.